Что у тебя? Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Нам сильно повезло, что основные силы нефтянников ушли в набег. Иначе сюда уже давно пожаловали бы непрошенные гости. Итак, всем привет. Давайте тут еще немножко с ребятами потрящим и пойдем в какую-нибудь точку там подзачистим. Артем, спасибо, что зашел ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Степа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Леша с князем тоже свалились. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Ну, жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Спасибо, Артем. Я постараюсь, честно. Дедушка Ермак, а у вас воды совсем больше нет? А где же ей взяться, дочка? Ну, в неприкосновенном запасе. Нет, у меня фляги-то нет. Раньше не нужно было. Подожди чуть-чуть. В обед всем немного дадут попить. Эх, если бы у меня была фляга, я бы с вами сейчас поделилась. Спасибо, Настена. Ча будет, держи. Дядя Артем, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау, спасибо! Мам, мне дядя Артем флягу подарил! Как мало нужно для счастья. Так, окей. Че, Ермак, ничего не скажешь больше, а ты... Привет, Артем. Про воду ничего не слышно? Нет, не слышно. Я тут, как видишь, конденсат собирать пытался. Но охлаждать установку нечем. За сутки и литр не вышло. Хорошо бы дождь пошел. Да только откуда здесь дожди? Ладно. Так, надо ли мне что-нибудь закрафтить? А когда? А, давненько. Так, че у нас для тебя появилось что-то новое? Ух ты! Ну, выглядит красиво, по крайней мере. Че, че, че про нее написано? Эта винтовка, производящаяся в условиях метро отдельными умельцами, отличается высокой точностью и мощностью. Отличное оружие для дальней дистанции. Бульдог. Этот автомат является вершиной развития семейства Калаша. Превосходит своего предка по огневой мощи. Точности эргономики меньше весит. Меньший темп стрельбы бульдога позволяет нести точный огонь очередями. Однако, сложность конструкции этого оружия усложняет его обслуживание. Шток в постядерном мире приводит к низкой надежности. Ага, ну ясно. Гатлинг можно даже. Ну, у нас для него ничего нету пока. Пусть ашот пока будет у нас двухзарядный. Ну, сюда не знаю, что делать. У меня и так все устраивает. Все, погнали. Эти еще успели понападать, гады. О, ты живой? А, ты, конечно, живой. Шо, Артем, не важно у нас положение, скажи. При даче у нас тут и гости были. Ну, мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своей мясорубкой на посту стоял. Ну, и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли, гады. А нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар. Вот. Ну, снесли его на станцию. Лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят. Так что если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. А навалиться-то они как раз могут, потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. И это ей было бы куда как на руку. Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Сидит теперь, как тот сычий. Не вытащишь его. Говорит, больно плохо. А через то, по его мудуху, большой вред может быть. Вот какой там вред, когда и так уже некуда. Без воды-то. Ермакона. Аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? И самое пекло же. Тьфу ты. Вот такие дела. Без воды да горючки. Сам, понимаешь, нам край. И надо нам их до черта и поболее. Эти Урора одной воды зачастую, а не две на пар перевод. Горючки над ним тоже, он будет здоров. Так что мы тут как есть намели. Надо с нее сниматься. Дивить отсюда, а то грабанемся все. Такие, братка, пироги с котятами. Пироги с котятами. Так, ладно. Куда двинем? Ага. Так, значит, позади нас две точки есть. Давайте сгоняем, посмотрим, что там. Какие-то гугли. Камни-горы въехал. Чтоб тебя. Все слушай. Барон говорить будет. Всем слушай. Барон говорить. И теоретные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему это контролеры с паровоза. Так, все-таки нам засчитали тот пост. Значит, там все эти рабы сгасились. А то я все понять не мог. Как понять, засчитали, не засчитали. А то мы там всех почикали, а ничего не происходит. Так, че... Твою мать. Че-то я как-то это... Шумно пошел на них. Рожок новый. О, господи. Так, значится... Там вы сидите, гады, да? А ну, шваль пошла нафиг от меня. Попробуем аккуратно к ним подойти. Ну да, они там уже, правда, все на измене ходят. Но они меня че-то с другой стороны ждут, по правде говоря. А, они там с кем-то воюют уже. Это вы им при меня? Да, че начали-то? А, все-таки по мне, да? Да что просто. Может, есть сохранение, где, по мне, еще не открыли огонь? А то всех этих гадов, блин, по стаусу надо выпиливать. Перестрелять-то в лоб я их запросто могу. Ничего там сложного нету. Так, ага, тут я еще и не залутал, наверное, но... Зато, возможно, они там ребутнулись, и нормально можно там все полутать у них. А, ну, походу, не, они меня все равно ждут. Гады, а. Вот, суки, а. Ну, ладно, оставим. О, сбили вот этого, смотрите-ка. Так, пацаны. Давайте, разойдемся по-хорошему. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Поедем к более дальней точке. Главное не переусердствовать, как в прошлый раз. Ну, походу, они там бродят-ходят уже. Ну, погнали, что. Посмотрим, что из этого получится. Надо хоть что-то за серию сделать. Ну, вообще, в теории, мне ничего не мешает, как бы, с ними стреляться, по-хорошему. Потому что же по стелсу там нужно только горючку эту. Ну, то есть башню взять, горючку с водой. Что-то красный прицел. Да-да-да, был только что. Это че сейчас за шум был? Че за пазло там шарится? А, вот че. Понятно. Там просто с другой стороны выход, поэтому и палят на меня. Че там такое? Да по-хорошему. Да по-но-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вы че, гоните, что ли? Ну, сука драная парвана. Начать что ли стреляться с ними? Что вообще у нас тут Прохождение нам шепчет Чтобы на хорошую концовку Так, не убивайте Саула Это мужик, который в самом начале у нас выпрыгивает с топором Не убивайте рабов Освободите рабов на разобранном корабле Освободите рабов Не убивайте нефтяников при штурме маяка Ага Отыщите и верните гуль семейное фото Отдайте полученную От гуль флягу Насти Пройдите по столовцу квест добыть воду, добыть топливо На первом уровне нефтяной вышки Помогите рабу, нужно оглушить нефтяника На втором уровне нефтяной вышки Ударьте избившего женщину нефтяника Окей Да сдавайтесь вы, чё вы Сам умер Ну лови маслину, говоришь? На пабло, бля Пабло, на пабло Говорим, сколько это? Великолы Наши Братказлы, бара Чушка дырадая Печенька странная Так, всё Остальные сдаются А где сдающиеся-то? Чё-то я не понял Надеюсь, случайно не пристрелил А это чё? А, вон Один всего выжил, получается Чё-то я не понял Так, а туда нам зачем? Ммм Там точка интереса Ну, погнали Слышь, а черняет на нас низковыродится? Да не, мля Не должна Ну, если никакая сука Краб рисовать куда не надо Не будет На Дай ключ на 16 А, ща Тут был А, где он А, сука Там оставил Неплохо Можно ещё было более по стелсовому дождаться Пока он уйдёт Тихо Иди сюда Ну, понятно Началось В колхозе Утро Ща ещё раз попробуем Да не, мля Не должна Ну, если никакая сука Краб рисовать куда не надо Не будет Где-то новый Дай ключ на 16 А, ща Тут был Да вроде был Всё И был таков Так, а где твоя пушка? Ух ты Так, это Выход на улицу Он нам Не особо нужен Нет Нет, 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 нет Не то, не то Это всё Попробуем Поверху пойти Может так у нас будет Лучший обзор На ситуацию Ну, тогда Ну, тогда Ну, тогда Ну, тогда И сюда Закончил Нильшевесть Заклятина Закрывай 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 Лады Закрываю Так, сохранюсь И попробуем Свет везде Погасить Готово Готов Блин Блин, их тут Вообще Дофига Ходит Так, вот Тот Когда уйдёт Можно Что-то Сделать Попытаться Давай Давай, давай Вали Да вы ещё и оба туда пошли Так, ну ладно Походим ещё Ты чё, на парад Бля, собрался Чё за парад На, горелый команду На полный стрём дал Там залётные На, какие-то На поезде Типа Или чё А, ясно Ты хоть скажи Чисто Где такой жирно Дыбать успел Это разве Жирно Вот на вышке Там пацаны В шоколаде Реально Мне бы, мля Туда Ходил бы Как бы в горке На вышку Ну ты дал Юморист, мля Ладно, мля Пока ты тут ржёшь Я двину Лохматых шугану А то, сука Вообще Булки расслабили, мля Работать Ни хера не хотят Давай, мля Так Если тут есть Так называемые Лохматые Соответственно Нам нужно Их освободить Лампочку Выкрутил Ага Так Ну пока Всё тихо Хорошо, что этот товарищ Ничего не заметил Походу Возня началась Твою мать Как спалили Ну допустим Как-то Сейчас будем Разбираться По крайней мере Про штурм Этого места Ничего не говорится Про его конкретику И какого хрена Я тут торчать должен Типа Ну надо кого Сучас О, ничего А сейчас свет Тут есть Везде Тихо-тихо Они видимо Свет Поднялись Включили Так Кипиш Начался Да Так Короче Погасим Вот эту Ага Погасим Её Тут Железный Лист Блин Эй Ты чё Мля Охерел Или как Смолить Тут Да Не парься Брателла Чё ты Кайф Ломаешь Ты мне Вообще Пофер Это тебя Горелый Без воды Оставит На Да Ну Горелый Нехер ему Делать Сюда Переться Вот так Вот В трубы Упал Так Пушку Ты свою Куда-то Уронил Гад Так Так Тут Как бы Не пройти Пока Что Чё У вас Всего Всего Ничего Осталось Да Ничего Вы Не Видите Меня Да Блин Вас Дофига Ещё Так Офигеть Их Тут Много Тут Трое Тут Трое Четверо Пятеро Минимум Шесть Ещё Семь Офигеть Вон Ещё Один Ходит Блин Ски Чё Чё Время Гореть Трое Трое И тут можно было по стелсу проползти. Так, лутаем, тут еще все между делом. О, я видел твою морду. Смотри на меня. Класс. Класс. Ты что, правда? Ну, это отлично. Возможно попробовать по стелсу еще раз. Доползти до дальней двери. Там, походу, как раз-таки нужны рапы, про которого писали, что в одном из мест там что-то одного наверху, другого внизу избивают. Хотя, помните, когда мы там корабль проходили, там тоже одного мутузили. Блин, тут без палева не получится. Бля, не то нажал. Еще и палит в мою сторону, скотина, а? Оба палят. Посмотри в другую сторону, дружище. Хе-хе-хе-хе. Наебал, наебал. Так, можно и сохраниться заодно. Смотрим, что тут происходит. Так. Ну, от полной обоймы в голову они умирают, это хорошо. Сейчас, сейчас я его. Все же знают, где, сука, это. Сейчас пора сука, спадлый. Убери, дружище. Да вроде было там, а? Ну, проходим, бля. Э, Алена. О, здрасте. У вас тут даже бабы есть. Проходим, папа был. Сто пудово, до сих пор там прячется. Ладно, внизу. Там он, внизу ныкался, папа. Слышно. Жмой, проходите. Ладно, сука, далеко ты уйти не мог. Так, поран в трой этаж. Ты, пазла, хоть прячься, хоть беги, хоть сразу стрелять. Она все равно съезды к тебе. Так, ну, походу-то и все. Список покупок. Сильных рабов пять штук. Лохматого, что хорошо дрался в бойцовскую яму. Можно двух. Хорошего домашнего раба одного. Собаку большую излючу, что похороняла. Лохматого, чтобы писать и считать умелых. Ну, понятно. Ух ты, какой-то супер пистолет. Ну, вроде бы мы тут всех освободили. Даже почти никого не убивали. Ух ты, какой-то супер пистолет. Ох, на улице-то уже темень. А это значит... Бля, никакая не темень, как казалось. Мечты, мечты. Блин, думал, туда могу просочиться. А, черт. Так, а как мне отсюда уйти? Вот он очень. Гоняем тут по тросам. Давай, давай. Да, по каньону в горах у источника, где дикие лохматые против наших пацанов поперли. Вань, тебе что? Мое слово, это так жопу подтереть? Хорошо, конечно, что рабы там сами плодились и жрать не просили, да? Ну, так и надо было их забирать, пока не борзели. А теперь достались, что они на повелителе огня лапу подняли. А раздать все, всех в расход, я сказал. Всем отбой, барон сказал. Гюль, мы с тобой. Ладно, я хочу сходить на ту точку, которую я не стал зачищать. Так, вон моя машинка. Да, черепком помечаются места, которые я зачистил. Так, мой автомобиль. Че вы там, не успокоились еще? Где вы? Ну, пошел вон. О, они спокойно патрулируют уже. Замечательно. Ага. Че, я зря побежал, что ли? Че там, рабы, что ли? Слышу, кто-то хныкает. О, кажется, что-то хныкает. О, кажется, что-то хныкает. Мне бы на хазе зависнуть. Так. Вон он, пацанчики! А че они меня, типа, я че-то не понял. Че они тут охраняют, непонятно. Че они тут охраняют, непонятно. Да я его прям в колесо запихнул. Удобно доби... отбиваться из этого автобуса. Они слишком тупые, чтобы сюда залезть. Ну и чё? К чему я это зачищал? Что мне тут надо? А, так это не всё. Погодите, погодите. А чё здесь, я чё-то не понял. Твою мать! Не ясно, чё тут надо от меня. Раздал. Всё, готовы. Так, пойду за автомобилем своим. Чуть-чуть вперёд проедем. В следующей точке. А где я своё ведро-то бросил? Так, эту семейку мы обойдём. Вон там мой автомобиль. Чуть-чуть вперёд проехал. Ну и всё. Так, и сейчас направо. Бывает. Так, телегу здесь бросаем. И дальше нам вот это место нужно взять. Ну, по-видимому. Ну, а, кстати, я понял, смотрите, как точки обозначены. Вон, где крестик, это масло. А вон там вода. Да, неплохо, неплохо. Ой, меня сейчас ужалит. Вон, свалило. Ну да, да. Зачистим место без проблем. Только я вот думаю, что уже в следующей серии давайте, потому что время у меня поджимает несколько. Так что в бою нельзя сохраняться. С кем у меня бой? Давай не будем драться. Или хотя бы где-нибудь подальше подеремся. О, шняга сама свалила. Сейчас меня сохранит после боя. Идет запись. Вон, все. Циферки промигали. Меня сохранило. Ладно, всем спасибо. В следующей серии сходим, зачистим эту точку. И думаю, дальше отправимся по стелсу добывать масло. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...